Добрый день, уважаемые коллеги и партнёры. Представлюсь Ткаченко Павел, подразумение военной, высшей военной, закончил военную институтку скульптуры. Сейчас нахожусь на заслуженном отдыхе. Но душа всё равно требует творчества, реализации. И мы реализуемся, у каждого есть цель. Цель даёт энергию, цель даёт желание двигаться. Группа партнёров, группа коллег, группа специалистов работают в сфере создания уникального водного транспорта и воздушного перноплана. Если говорить конкретно об этой системе, об этой отрасли, она наименее развита из всего транспорта, который у нас есть. Если первым был какой-то живой транспорт, потом машины и так далее, и так далее. Воздушный транспорт, железнодорожный. То в данном случае эта ситуация, она совмещает, экономоплан совмещает и водный транспорт, воздушный, и также, ну если так сказать, часть наземной. Почему? Потому что необходимости специальных посадочных полос это вода, это снег, это та же трава, это песок. Если говорить конкретно, почему востребованность этого проекта очень высока, то можно сказать смело, 70% земного шара это водная среда, да? Вы согласны с этим? 70% и развитие именно морского транспорта как такового, это основа в перевозке каких-то приборов, аппаратов, машиностроений, грузов, ископаемых и так далее, также перевозка людей. То вопрос экономоплан, он занимает такую среднюю нишу между доставкой людей, осуществление каких-то функций непосредственно доставка грузов в малой части, контроль ситуации береговой зоны, контроль лесов, контроль гор, контроль... Но также тут включается вопрос, если страна думает о своих обороноспособностях, то огромнейшее количество специальных функций для выполнения в военной сфере. Вот в данном случае вам представлен эгроноплан «Амфибия». Вот это аппарат, это малый аппарат, он уже на 80% готов, и мы к веснею его запустим. Вот, если говорить он непосредственно о разработке, то это аппарат на одного человека. Он как транспортное средство может использоваться в доставке грузов, доставке какой-то информации, контроль береговой зоны, лесов, пожаров и так далее. Вот, вот это второй, пожалуйста, второй, второй это военный непосредственно. Это военный, вот по плавочке, который у него есть, это джиж. Эти крылья могут осуществлять опору для человека, садящегося. Вот вам показан это сидение человека, управляющего этим аппаратом. Ну, это, ну, вот так сказать, летчик сказать, сказать, что это маяк мы назвали пилотом. Вот. Следующий вариант. Вот смотрите, в данном случае это есть катер. Есть катер, и вот эти основные конструкции, они могут быть применены, как военный вариант для безоткатного оружия. Это противотанковые управляемые снаряды и неуправляемые снаряды. И также на надводных, для надводных целей, а также и подводных. Потому что функцию, которую мы выделим этому оружию, зависит от нашего желания. И самое главное, это навесные приспособления для этих аппаратов. Это также уничтожение малых, да и больших целей, наводных целей. Вот, следующее. Вот это есть транспортный, чисто санитарный вариант. И вот если в передней части, это двигатели, которые создают обычное давление, поднимают аппарат, потому что снизу воздушная подушка. Это горизонтальная, это вертикальная. И чем интересно, что аппарат может двигаться на высоте 40 сантиметров, 4 метра по складкам местности. И вот если мы видим, да, вот здесь, это туризм, спорт, это оборона, это непосредственно скорая помощь. Скажите, пожалуйста, мы все определенную жизнь какую-то прожили. Сколько было таких ситуаций, когда нужна была срочно скорая медицинская помощь? И сколько людей ушло из-за этого, что мы не вовремя, не было у нас доставлено? Я существенно, извиняюсь, от самого главного, это рождение ребенка, до каких-то чрезвычайных происшествий. Потому что в этой ситуации именно доли, там, не буду говорить, минуты, часы, секунды решают. И когда врач совершает свое великое действие, возвращает человека к жизни, и это его предназначение. Вот эти аппараты, они позволяют в любой точке, в окружности 100-200 километров, доступ иметь. Вот в данном случае это аппарат в главе, да, мы видим. Следующий. Если говорить, ассоциация СПАС, создание внедрения национального высокоскоростного амфибийного транспорта. Ассоциация признан обеспечить эффективную операцию научно-технических, производственных и эксплуатирующих фирм и организаций, создание нового рынка транспортных услуг с использованием экраноплана и амфибийной техники. К нашему прискорбию скажу, что в Китае, значит, три государственных института, которые работают на этой теме. Я как человек военной информации много собрал и через другие структуры информацию владею. Китай разрабатывает три марана. Это огромнейший плавающий город, куда будут заходить большие крейсеры первого класса, военные, подводные лодки. Это будет база город. А вот именно транспортные средства, которые мы видим, маленькие, будут осуществляться как посыльные между ними. Это доставка грузов, людей, какой-то информации, топлива, еды и так далее. И сейчас успешно работают в тех странах, на островах, данные суда. Мы сейчас это увидим. Амфибия-экраноплан, скоростной транспортный средств, летящий на относительно небольшой высоте, до нескольких метров от поверхности воды. Земли, снега, льда, за счет экранного эффекта, за счет тех двигателей, которые создают вертикальный подъем. Экранный эффект – это воздушная подушка, образован путем нагнетания воздуха специальными устройствами или набегающим потоком воздуха. Подъемно-крыльевой аппарат, амфибийный экраноплан, создает подъемную силу не только за счет разреженного давления поверхностью плоскостью, как у самолетов, но и за счет повышенного давления под днищем и нижней плоскостью крыльев, малого удлинения, создание которых оптимально для полетной высоти от нескольких сантиметров до нескольких метров. В данном случае, вы понимаете, да, если для военных говорить, то это что? Это подъемление минного заграждения. Это по складкам местности, это четко идти, описывать. Это не подъем на высоту 10-20 метров, когда можно свежение средствами ПВО обнаружить этот аппарат. При этой геометрии крыла некоторые экранопланы, ее скорость позволяет им временно подниматься на высоту до 150 метров. Экранопланы, призванные морским транспортом, средствами народных сообществ, присвоенные безопасности и скоростных судов, разработанных совместно. Вот это морская организация, а вот это именно самолетных воздушных перевозок. Вот смотрите, теперь характеристика, основные преимущества и привлекательности экранопланов. В чем же привлекательны? Первое, это скорость, всесезонность, амфибийность, безопасность, экономичность. Экономичность в чем? Не надо такого большого парка обслуживания и обеспечения. Простота в обслуживании, упрощенные требования к подготовке экипажа. Это налоги с машиной. Упрощение условий отбазирования при минимальных затратах. Как таковые ангары, да, возможно, хранилища какие-то, где можно будет затянуть его на колесах. Это также возле воды. Это, закрыв его, можно будет каким-то чехлом специальным. А вот смотрите, экранопланом филе, вот сравнение, таблица сравнения. Если мы говорим о воздушных, железнодорожных автомобильных и воздушных транспортов, ценовая доступность воздушной, да, высокая капиталоемкость инфраструктуры для воздушного и ограниченность маршрутов. Это специальные полосы для взлета, да, то железнодорожные, высококапиталовражения тоже, автомобильные и так же, дороги строят. Смотрите, экраноплан, что он с ним вместил, низкую, капиталовражения, циновая доступность тоже вполне нормальная. Всесезонность аппарата. И что? И ограниченность маршрутов. Никакого ограничения, абсолютно. На футбольном поле можно взлететь и можно приземлиться на воду. Охота, рыбалка, отдых, пожалуйста. Если, я думаю, может кто-либо видел, двигатели горизонтально превращаются вертикально за счет движения на оси. И горизонтально взлет приобретает что? Горизонтальное положение. В таком же, в принципе, были построены или нет, построены самолеты, палубные, которые взлетают. Дальше. Вот. И показатель. Вот мы взяли показатель финансовых затрат. Если самолет, расстояние до Стамбула, это 690 километров, автобус и экраноплан, то же самое. Скорость 265, автобус 60, потому что, ну, 80. А здесь, когда план, 250, потому что здесь у самолета транспортного или пассажирского что нужно делать? Подниматься, да, на 5, 8, 10 километров и опускаться. Это плюс посадку, коридоры соблюдать. А здесь четкое согласование, преодолевание границы, чтобы не сбили согласование в такой-то момент, в такое-то время, разрешение и полетели. Время в пути 3, 2,5, стоимость билета 2,500, 1,800. А теперь посмотрите, при тех затратах, которые могут быть на построение данного аппарата, какой мы получаем эффект. Мы всегда считаем, сколько мы тратим, а давайте начнем считать, сколько мы не потратим. Вот это как раз та ситуация. Вот это экспресс, в данном случае это транспортный, это пассажирский, он может садиться на воду, да, или вот эти вот опорные, это крылья опорные, может быть для посадки личного состава. Следующее, вот это такси, это французский, такси разработано в север, не запущено. Здесь то, что я покажу, огромное количество в проектах, в планах, оно не запущено. Вы понимаете, какая перспектива? Следующее, вот это Россия, это реально Ленинград, но этот проект так и не был запущен. Ну, такой маленький, смотрите, как-то турбины здесь стоят, такие. Вот, топливом, что является топливом? Ну, я знаю, может быть бензин, может быть солярка, в данном случае вот такие, да. Дальше. Вот это патруль, ты один к одному, только смотрите, здесь один двигатель, да, а у нас два двигателя. Самое интересное, мощность двигателя, сейчас не проблема с оборудованием, с двигателями. Мы собирали его буквально в гараже, но вопрос в чем? Все четко подходит, складывается. Есть консультации в Харьковском институте лаборатории разработки, есть согласование, потому что мы не имеем права, значит, на информационное пространство представлять объект, который не согласован и не соответствует требованиям и нормам, и порядкам построения данных объектов. Вот, а это что, ревнодзор следующий? Это ревнодзор, так называемый. Ну, это военный, может быть военный, вы понимаете, да? Безоткратное оружие. Но может быть и поставлен, и мелкокрупнокалиберный пулемет, не вопрос. Навесное оборудование, если сверху, то оно может быть и снизу. Приземлился, приводнился, поднялся, контроль береговой зоны, контроль за судами передвижения. Ну, мы это сейчас посмотрим дальше. А вот этот бериев, вот смотрите, вот этот самолет, это реальное построение Советского Союза, не России. И самое интересное, что он не пошел в сферильное производство, причина. Он залетел, у него комбинированы колеса, видите, да? И посадка, посадка на воду. С воды он не поднялся. С воды не поднялся. Ресурсов для подъема с воды, потому что вопрос подъема с воды, это затрата больше топлива, нежели что со взлетной полосы. Там точка опоры является конкретно колеса. И при нормальном, через кость поднимается. А для того, чтобы подняться с воды, что нужно? Энергии больше. Потому что плоскость, как такова, затрата на скольжение энергии, и дает возможность, дало ему невозможность подняться. Дальше. Ворской статус, это тоже разработка. В горизонтальном положении в таких тубусах находится межконтинентальная ракета, это разрабатывается. Осуществляется доставка к этим аппаратам. А потом в горизонтальном положении, в вертикальном положении тубусы поднимаются, и стартуют ракеты. Межконтинентальная или тактическая? Не вопрос. Следующее. Вот это морской спасатель. Вот смотрите. Вот это госпиталь. Госпиталь. Вот это реально. Это макет. Вот девушка сидит ему в офисе. Это Россия, разработка. Он так и не пошел в северный производство. Хотя вариант очень хороший. Почему не пошел? Потому что очень много было разработок в Советском Союзе. И от начала как такого проекта, вот он проект, да, до реализации, проходит очень много времени. Пожалуйста, посмотрите. Вот водяная гладь, вот поднимается. Очень много времени. Но у нас обатентован этот объект. Но вопрос в чем? Средства. Это организации, которые дают возможность на реализацию этого проекта, разрешение и так далее. Все сложно почему-то нашим государствам. Следующее. А вот это носитель. Это космический комплекс. Носитель космического комплекса. Вот это в принципе шаттл. Это разработка была. Но она так же и не существует дальше. Нет, тут, да-да. Вот тоже сомнение. Это то же самое. Только вид спереди. Это на план. То же самое. Поднимается на определенную высоту с воды. И статурит, как статурная площадка для такого летающего объекта. Следующее. Вот это паром. Это паром англичане строили. Как вариант. Но так они и не сделали. Почему? Ну, потому что планы были хорошие. Не существовало всегда. А вот это десант. Мне очень нравится эта ситуация. Смотрите. Практически проекция нищей лодки. Видите? Практически проекция нищей. То есть если вот так пообрезала лодка, то крылья вставлены. И два двигателя. Вот это тоже аппарат, который непосредственно в проекции 3D. Но он так и не пошел. Хотя очень-очень красиво это Россия. Дальше. Вот реально. Это была стоимость пассажира 1 час 40 долларов. Вот это аппарат был реально сделан. Какое-то время он двигался, а потом его судьба неизвестна. Потому что остался в фотографии. А вот это реально. Это реально. Каспийские эмоции. Забетка с разработкой Советского Союза. И сейчас Россия, если это было Советский Союз, то Россия сейчас над этим аппаратом работает. Восстановлена работа над этим аппаратом. И вот смотрите. Двигатели впереди и на уровне КРЛА. Плоскость КРЛА есть посадочная площадка для личного состава. Для людей. Длина его около 70 метров. 70 метров. И несколько, пару, тройку, десятку тонн может везти. Вы понимаете, какое средство транспортное средство? Садится на воду. Затраты маленькие. Специальные направляющие, которые могут выгружать технику. Товары, продукты, какие-то станки. Вот, следующее. Вот это Орленок. Это меньшая копия Каспийского монстра. Вот Орленок и Каспийские монстры находятся в фотографиях библиотеки Конгресса США. Чего они там несят? Ну а? Но тем не менее они там несят. Потому что это очень удачная конструкция. Ввиду окончания финансивного проекта, проект дальше не состоялся. Но россиянин от них работают. Дальше. А вот это интересное, тоже вариант, разработка. Опорный буйчик, самолет. Вот он на них опирается. Опора идет на них. Потому что плаващая. Но я что-то, честно говоря, понимаю, что возможность у этого аппарата есть, если устроен. Но мне кажется, опора здесь слабовата. То есть подвижность точки оси очень высокая. Следующее. Если говорить о предназначении данных аппаратов, это борьба с терроризмом, незаконным оборотом оружия, боеприпасом, наркотически отправляющих веществ. Смотрите, вот если говорить судно, да, вот оно захватывается, сторожевое, спасательное судно, вертолеты от него поддержки и так далее. То есть это аппарат, который может быть контролем за движением судом. Если какие-то, дальше. Если какие-то будут, допустим, ситуации бедствия, то можно забирать с воды, забирать оповещение опасных явлений на море, обнаружение предметов, вся опасность для мореплавания. То есть уникальность этого аппарата. Серия этих аппаратов. Ну и вот спасение экипажа и судов, самолетов, терпящих бедств и кваса, тяжелобольного с борта суда, нефтяных платформ, оказание первой медицинской помощи. Ну в данном случае сколько людей садились на специальное плавающее средство после крушения кораблей и самолетов, да, и не доплывали до берега. Почему? Потому что дальность была большая. А если мы говорим о среднем варианте, да, то дальность полета до 800 километров. Это малый аппарат к обнаружению. Средний аппарат это 8-10 человек и большой аппарат до 30-40 человек. Это вот та ситуация, альтернатива всем вспомогательным судам, спасателям, которые в данный момент у нас едет. И дальше. И вот сравнительная характеристика эксплуатации. Это вся та из Харкелского авиационного института. Потому что вот этот беспилотник у них сделан. Ну как вариант, вот они взяли вертолет, да, Ми-8. Дальность полета 300, у этого 400. Это скорость 140-160, то же самое. Аэродинамическое число 4, 13-14, это при подъеме. Высота полета при инспектировании 100-500, здесь 50-100. Допустим условия, простые метеоусловия, здесь сложные метеоусловия, абсолютно. Стоимость полета 1270, стоимость комплекса 1,8 миллионов, а с 250-300 тысяч, то есть затратная часть несколько раз ниже. И ледно-подъемный состав, мы видим, да, 5 человек, а здесь практически отсутствует. Наземный состав специалистов 5, а здесь 4, которые обслуживают его. И аппаратура полезной нагрузки, видеоканера, тепловизор, в принципе, все то же самое можно устанавливать. Если говорить о непосредственном этом аппарате, то все зависит от чего? От денег, да, в принципе, от средств финансов. И от того, что мы хотим. Хотим средний большой аппарат, какие функции мы наделим этому. Это уже зависит от нашей потребности, от предназначения аппарата, объектов. Для чего? Для сельского хозяйства, можно подвешивать баки. И полезная нагрузка у каждого серии аппаратов будет буквально разная. Если опрыскивать, да, контроль лесов, да, переселенцев или беженцев, как мы называем, да, незаконно пересекающие границы, то тоже можно без предостала. То есть огромный спектр аппаратов. В данном случае мы сейчас ищем финансовых спонсоров, в Биване, которые могли бы нам помочь. Потому что тяжело той группой, потому что, в принципе, строим все на свои деньги. Но мы не отчаяемся, потому что дорогу и сельки идущие. И не важно, какой целью мы придем, главное, кем мы станем. Потому что в процессе работы над аппаратом мы находим конкретные решения и очень много интересных решений. Спасибо вам за внимание. Можно мне вот спросить, я вас прослушал, но на каком он двигателе я бегом поставил? Вот если, допустим, ну я вижу, что у него пропелли, не знаю, есть, а если приспособить, ну и бензин, правильно? А есть возможность, чтобы нативный выстройщик еще не видно, если не способны? Ну, впереди роторные двигатели стоят, впереди там, замещенные двигатели, да. То есть это подъемы, а это только? Да, да, один горизонтальный, двойный двигатель. То есть они не подъемы? Да, за счет компоновки, ну вот если мы берем средний аппарат, туда двигатели, впереди уже мощнее будет, и сзади тоже. Вопрос в том, что комбинированная может быть установка, как таковая, силовая. Если на передние двигатели, мы можем поставить аккумулятор, вот, а на задний двигатель мы можем поставить жидко-топ. Вопрос, что мы хотим? Вот именно комбинация, она не удерживает нас в статике, мы независимы. То есть, ну, есть определенные условия, параметры, требования к данному аппарату, но мы постараемся, что он не будет. Спасибо. Можно, отменить вопрос. В России сделано уже больше десятков тронопланов, уже соревнования там проводятся. Чем у вас отличаются от этих? Подобные тронопланы производятся? Вы сейчас решили производить то же самое, что они? Если я скажу, что другое, то это неправда. Вариант такой же. Вопрос компоновки и технические решения немножко другие. Преимущественно какие? Да, преимущественно. Это, в первую очередь, это малозатратная часть. То есть, у вас решивлено будет, чем у них? Да, у нас будет решивлено. Хорошо. Вопрос. Раз вы идете на клинья, да? У вас идет сопротивление в горизонте, у вас вот клинт, соответственно, давление воздуха, а соответственно, меньше затрат на передвижение. Вопрос. А чего вы не сделаете хвостовик таким, чтобы использовать его как сопло-лаваря? Сопло-лаваря. То есть, вы имеете в виду, что заднюю часть сделаете регулируемое, от высоты вы будете регулироваться. У вас эффективность увеличится резко. Ну, мы думали об этом тоже, потому что, если энергия, как говорится, выбрасывается на улицу, зачем ее выбрасывать, если мы можем ее использовать, да? Ну, мы думали об этом тоже. Но не делали. Что? Но не делали. Нет, ну это плотный вариант. Я же не говорю, у нас 10 вариантов, 10 серий. К сожалению, я не могу вам представить все 10 вариантов, да, которые там разработаны. Один из них здесь показан был в 3D расписан. Это первый, это эскор. Ну, вы сказали, что вы в феврале будете заказывать. Ну, мы, как только лед сойдет, мы думаем, что он встретит и реально покажем, и объявим. Можно будет приехать. Да, приехать. Вопрос в чем? В том, что мы не становимся, потому что есть компании, которые заинтересованы, потому что у тех компаний, которые рассматривают госфинансирование, у них один вопрос. Покажи мне блюдо. Я закажу его, да? Да. Так и здесь. Покажи мне аппарат. Я рассмотрю вопрос финансирования и так далее. А там уже под собственным нуждом каждый заказчик может... То есть может и гражданское наследие, как обычный транспорт. Ну, на это надо разрешение, потому что если говорить, что это безопасное средство, ну, я не скажу. Тот же скальпель, он лечит людей, тот же скальпель, он может порезать. Так или нет. Потому что, ну, мы даем человеку не гранату, с которым будет бегать и хвастаться. Потому что мы все друг от друга зависим. И если ситуация такая, что человек желает, то он должен пройти соответствующие требования, психологическую, как говорится, адекватность и на умение управлять этим средством. Он проходит какие-то определенные курсы. Это не проблема. Есть для этого организации, которые дарят разрешение на это. Самое главное классификация аппарата уже, который будет в производстве и, естественно, выпустим. Большое спасибо. Спасибо вам.